Как это ни парадоксально, но почти 2,3 россиян полагают, что в ближайшее время может произойти девальвация рубля. Об этом и говорит исследование Рамир. Уверены, в скорой девальвации 13% опрошенных, 51% допускают подобную возможность. Каждый пятый, это 21%, полагает, что девальвации рубля точно не будет. К мысли о возможной девальвации рубля чаще склоняются, как это ни странно, мужчины. И в целом россияне старше 35 лет, а среди молодежи до 24 лет выше доля тех, кто считает, что девальвации не будет. С ростом уровня дохода также увеличивается доля тех, кто склонен ожидать девальвацию в ближайшее время. Здравствуйте, это программа «Парадоксы». Меня зовут Александр Вейкер. А рядом со мной сегодня в студии экономист, руководитель компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин. Здравствуйте, Михаил Хазин. И управляющий директор группы компании «Лорси» в Ехистан. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы начнем обсуждать настоящее и будущее национальной валюты, я бы хотел предложить также вам, уважаемые слушатели, поделиться мнением или опытом, в какой все-таки валюте вы храните свои сбережения, национальной или иностранной. Звоните нам по телефону 65 10 99 и 6, код 495, или заходите на нашу страницу в интернете finam.fm, ну, страничка «Парадоксы». Оставляйте свои замечания, предложения, отвечайте на вопросы, мы будем это комментировать в течение ближайшего часа. Первый вопрос очень простой к вам, господа. Девальвация, она когда будет? Когда мы должны ее ждать? Когда уже идет. Вот, вас уже, соответственно, рубль опустили с 30 до уровня 33. Ну, 10%, плюс 10%. Ну, 10% чем? Вот вам сделают 10% девальвацию. Я думаю, еще 10 сделают, может, даже 15. Михаил Ильич, ну, совсем недавно мы слышали другие цифры. 40-45. Про это ничего сказать не могу. Просто дело в том, что есть некоторая логика. Она же не с неба берется, эта девальвация. А в нашем конкретном случае было два фактора. Фактор первый, это, он может быть менее важный, но он первый исторически, это вступление в ВТО. Потому что уже стало понятно, что это сильный минус для нашей экономики. Правда, самый сильный удар, это нанесло по балансу капитала. Начался бешеный отток капитала из страны в результате вступления в ВТО. Он же был еще до этого. Нет, он начался, как только стало понятно, что мы в ВТО вступаем. То есть где-то месяцев за 8 до момента. Мы вступили в августе прошлого года. Вот в начале 2012 года начался бешеный отток капитала. Ровно то, что все поняли, что бессмысленно. Зачем сюда вкладывать капитал и что-то здесь строить, когда будут сняты пошлины, можно будет ввозить готовый товар. Ну и все. Сергей Александрович, я так понимаю, вы не согласны с этим. Совершенно не согласен. Дело в том, что ВТО, если оказало какое-то влияние на девальвации, то очень и очень косвенное. Если говорить об отраслях промышленности, которые могут так или иначе пострадали, или могут пострадать. Сельское хозяйство. Основной экспортный сектор совершенно это не затронуло. Наоборот, черные металлурги, в принципе, радуются вступлению в ВТО, потому что именно они страдали от антидемпинговых пошлин. Нефтехимикам ВТО пойдет на пользу. Остальным экспортерам нейтрально. А из тех, кто может пострадать, сельское хозяйство, но не любое сельское хозяйство. Потому что в России из сельского хозяйства достаточно эффективен экспорт фуражного зерна. Второе место в мире это довольно существенно. А кто действительно пострадал, это прежде всего животноводы. И то не все животноводы, а особенно свиноводство, и в какой-то мере это крупный рогатый скот. Молочники, хотя они и плачутся относительно ВТО, истинная причина их проблем не только и не столько ВТО, сколько экспорты в дружественной Беларуси. Ну мы не будем сейчас с вами обсуждать, наверное, ВТО. А если говорить о девальвации, то здесь причин, вот я действительно согласен, что не одна причина, а несколько. Но на мой взгляд, гораздо более глобальная причина это бюджетная. На самом деле, бюджет это следствие. Главное это экономический спад. В четвертом квартале прошлого года начался экономический спад. Правительство наше клялось и божилось, давало все зубы, там все что угодно президенту, что спада не будет. Они под это дело протащили на Биулину, на пост председателя Центробанка, там еще чего-то. А тут неожиданно выяснилось, что спад идет. И они, вспомнив 98-й год, решили, что если они рубль девальвируют, то они этот спад остановят и, может быть, даже в плюс выйдут. Вот это, я считаю, самая главная причина. Абсолютно согласен. И здесь трудно разделить, там, бюджет или эта причина первична, потому что они тесно связаны друг с другом. Но, на мой взгляд, все-таки бюджетный компонент с точки зрения сиюминутных интересов, принимающих решений, чуть важнее, поскольку понятно, что все обязательства бюджета рублевые за очень небольшим... В основном социальные, о которых мы говорили. Прежде всего социальные, да. Социальные и военные расходы. А значительная доля доходов бюджета, напротив, за счет поступления от экспорта. И девальвация решает сразу две проблемы. Во-первых, балансируется бюджет. Во-вторых, оказывается поддержка экспортерам, что само по себе хорошо. И, кроме того, пресловутый отток капитала, который действительно заметен, да, он несколько уменьшается. Он несколько уменьшается. Чем дежали рубль, чем бюджет, то эффективность экспорта увеличивается. То есть каждый доллар экспортных доходов дает больше рублей в бюджет. Значит, в ней даже есть некая польза. На самом деле, проблема вот в чем. Девальвация помогает. Ну, правительство, я говорю, у них же дежавю. Дело в том, что основная проблема. В нашем правительстве сидят либералы и в Центральном банке. Поэтому экономики они не знают, а у них есть некие мантры и личный опыт. Личный опыт у них 98-го года. Сделали девальвацию, правда, не на 20%, а в 6 раз. И получили бешеный экономический рост. То, что тогда были мощности на территории России, еще советские, а сегодня их уже нету, это выше их понимания. По этой причине самый главный эффект, который они получат, это существенное снижение жизненного уровня населения. Классический пример это повышение цен на бензин. Почему? На самом деле в повышении цен на бензин равно виноваты правительство и Центробанк. Почему? Центробанк создал систему, при которой у нас нет национальной валюты. За рубль ничего не продается. И все балансы всех крупных компаний считаются в долларах. Потому что они рефинансируются на Западе. Они должны предъявлять как обоснование для подкредиты, и как бы Центробанк не рефинансирует банковскую систему, рублевые кредиты невыгодны в силу очень большой ставки и короткого срока, все рефинансируются в долларах и в евро, значит и балансы должны предъявлять в долларах и в евро. И в результате девальвации резко падает выручка. Значит, что нужно делать? Нужно повышать цены, чтобы компенсировать выручку в соответствии с теми обязательствами, которые имеются на Западе. И поэтому девальвация автоматически ведет не только к увеличению цен на импортные товары, которые в значительной части, особенно в крупных городах, составляют корзину покупательную для рядового человека, но и даже на те товары, которые вроде бы формально к импорту не имеют отношения, вроде бензина. То есть, иными словами, тупо правительство подняло практически все цены на 10% за лето, и я думаю, что еще где-нибудь к концу сентября еще на 10% повысит. Ахистанов не согласен. А народу это сильно не понравится. Я смотрю, Ахистанов совсем не согласен. Оставим за скобками сентенцию относительно отсутствия суверенной национальной валюты. Это такой дискуссионный вопрос. Какой дискуссионный? Начать его... Что можно продать за рубль? Все, что угодно. Ну да, конечно. И кто же вас купит? Все, что угодно. Подождите, еще, ты расскажешь по поводу того, что есть таможенный союз, понимаете, и скоро это будет национальная валюта, рубль. Так что тут можно. Таможенный союз мы... Да. Да, отдельно. Тем не менее, относительно следствий, соглашусь, у нас примерно треть потребительской корзины, среднего россиянина, это так или иначе импортные товары, да. И поэтому девальвация действительно почти автоматически приводит к инфляции. Вот относительно суверенитета, я радикально не согласен с такой формулировкой задачи, но тем не менее, признаю, что некоторая ограниченность нашей экономики из-за того, что у нас значительная доля в потреблении импорта, действительно есть. И вот это приводит к интересному парадоксу. Вот очень красивый пример, это девальвация евро относительно доллара, да. Вот 1,6 евро за доллар, 1,18, ну я от пика до пика беру. 40 процентов. За короткий промежуток времени. Да, за короткий промежуток времени. То есть, представляете, вот на 40 процентов девальвация национальной валюты Евросоюза. Сколько они сил потратили, чтобы так девальвировать евро. Да, они тоже это хотели, кстати. Но, и очень интересное следствие, при этом реально... Кстати, они шли достаточно долго к этому. У них есть внутреннее производство. Да, и они шли достаточно долго. И парадокс в том, что реальная инфляция в Германии на пике достигла 2,2 процентов годовых. У них есть внутреннее производство. Да, господа, мы продолжим. После рекламы продолжим. Буквально через несколько минут. Мы продолжаем. В студии Сергей Хистанов, Михаил Хазин, я, Александр Векер. Мы говорим сегодня о девальвации рубля. Хорошо это, плохо ли. У нас, кстати, есть телефонный звонок, но давайте мы все-таки закончим мысль. Вот, да, хотелось бы закончить мысль. Девальвация евро с уровня 1,6 долларов за евро до уровня 1,18 не привела ни к какому росту инфляции в Евросоюзе. Вот она как была, чуть ниже 2 процентов, так она и осталась. Почему? А вот как раз потому, что Михаил Дмитриевич абсолютно правильно обратил внимание, что экономика Евросоюза сбалансирована. То есть, в принципе, и экспорт с импортом сбалансирован, и большинство предметов потребления, которые вот именно граждане потребляют, оно там и производится. И вот это приводит к тому, что девальвация может быть достаточно сильной, но граждане в виде инфляции это не чувствуют. У нас же значительная доля потребительской корзины, официально около 30 процентов, а скорее всего несколько выше, это импортные товары. Поэтому именно для нас, для россиян, девальвация почти синоним инфляции. И этот факт того, что девальвация приводит к инфляции, это и является сдерживающим фактором. То есть, до каких пор правительство может себе позволить использовать девальвацию для стимуляции экономического роста. Вот если грубо оценивать, что да, часть девальвации уже прошла, процентов 10 уже есть, свершившийся факт. Но девальвация прошла, а подъема производства никто не заметил, да. И даже надежды особой нет. Поэтому, скорее всего, у правительства в резерве есть еще процентов 10-15, в самом суровом варианте 20. В резерве есть? Ну, смотрите, если треть импортные товары, то девальвация на 20 процентов, это 6 с небольшим процентом инфляция. Но это большинство россиян так или иначе перетерпит. То есть, по большому счету, вы сейчас даете нам некий стимул? Ну, скорее ориентир. Да, это 6 процентов надо добавить еще то, что накопилось там. Да, да, это естественно. Давайте послушаем Максима, который к нам дозвонился. Максим, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Так, как вы бережете свои денежки-то? Вот вопрос. Вопрос. Есть некий инструмент, довольно высокодоходный, там более 20 процентов годовых, который позволяет не держать эти деньги. Вот в связи с этим хотелось бы услышать мнение ваших гостей. Имеет ли смысл выходить в валюту? И второй вопрос, немаловажный. Ну, как же, ни одну девальвацию пережил. И ни одна из серьезных девальваций не начиналась с того, что все, начиная от правительства и заканчивая там старушками возле дома, говорят, вот сейчас он рухнет, вот сейчас рубль рухнет. Вот сейчас вот конец века начнется, рубль рухнет, а мы сейчас там рухнет. Но интересно было бы узнать, что это за инструмент такой, который позволяет Максиму все-таки 20 процентов годовых иметь. А, Максим, вы еще с нами? Да, 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 с вами. А что это за инструмент? Ну, не важно. Ну, как не важно? Откройте, откройте нам этот секрет. Народ хочет знать. Да, народ хочет знать, потому что мы должны понимать, как это... Не открою, не открою. Так, не откроете? Нет. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы к нам дозвонились. И напомню еще раз телефон 65 10 99 6, код города 495. Опять звоните. Мы хотели бы узнать, как вы сохраняете свои сбережения. Но кто-нибудь из вас ответит Максиму? Несимметричный. Несимметричный, совершенно. Ну, вот рискну предположить, что инструмент с доходностью порядка 20 процентов годовых. В принципе, таких инструментов довольно много. Но это много в нынешней ситуации положения. Ну, это связано с активным инвестированием, поэтому без активного инвестирования получить такую цифру нереально. Оборотная сторона любого активного инвестирования заключается в том, что, вот если в процентах годовых мерить, то доход и риск четко связаны. И вот чистая экспертная оценка, что риск это примерно половина дохода. Если это, соответственно, доходность 20 процентов, это можно, то есть таких инструментов много. Но надо понимать, что существует риск потерять примерно 10. Скорее всего, этот инструмент где-то с этим связан. Если есть такое понимание, то да. А если его нет, то это гораздо хуже. Если нет понимания, то что ж, тогда инвестирование превращается в азартную игру. Есть люди, которые ценят подобные подходы. Относительно мысли нашего слушателя о том, что девальвация чаще всего происходит тогда, когда ее не ждут, формально он прав. То есть значительное количество, в общем-то, девальваций, которые были раньше, вот я тоже их помню много, вот, они действительно проходили неожиданно. Слушайте, ну сейчас, даже посмотреть на поведение Центробанка, то он сдерживает курс на самом деле. Сдерживает, причем он даже не скрывает, сколько он тратит на это сдерживание. Сегодня, буквально, вот только что пришла информация, Центробанк в июне 13-го года продал на внутреннем рынке в рамках интервенции 4,2 миллиарда долларов и 376 миллионов евро. Народ почуял, куда видите. Да, да, да. И это говорит о том, что рано или поздно Центробанк посмотрит на то, как тают его резервы, перестанет это делать, ну а как только он перестанет это делать, реакция рублят будет достаточно предсказуемой. Поэтому чисто с точки зрения массовой психологии слушатель правильно заостряет вопрос, вот, но это никак не отменяет всего того, что мы говорили с начала передачи. Но по большому счету, Михаил Леонидович, нефть-то более-менее стабильна, 100 долларов, ну плюс-минус там, совсем немного. А резервы у нас достаточные, мировая экономика, ну, с горем пополам, но держится. Да, вливаются эти огромные деньги. Часто заговорили о девальвации. Потому что спад начался. Но он был еще год назад, мы его фиксировали год назад. Нет, экономический спад реально начался где-то, ну да, на границе третьего-четвертого квартала прошлого года, реальный спад, минус. Поймите, наше правительство обещало Владимиру Владимировичу Путину, что спада не будет, а будет рост. Они ему обещали две вещи. Они ему обещали то, что с нашими деньгами на Западе все будет в порядке, и обещали рост. В результате замечательная ситуация. Вот у нас было заседание денежных властей, Ж-20 в Москве. Там, значит, Силуанов и Набиулина от России подписали документ, в котором черным, по-белому написано, что вот эта вот идея конфискационная кипрская, что если банк банкротится, то ему помогают за счет денег вкладчиков, она вот как бы считается теперь нормой. Это прямо противоречит словам, которые за две недели до того говорил Путин. Ну еще раз повторяю, идет война. Но война, вы войной называете больше политические аспекты? Политические, да, но просто вы поймите, это... А не экономические, да? То есть даже вот эти девалюционные войны, да, валютные войны, о которых говорят, это, в принципе, следствие уже, да? Это следствие того, что либеральная политика, которую проводит наше правительство на протяжении 20 лет, больше не может обеспечить экономического роста. В принципе, это исключено, невозможно. Только спад. Значит, вариантов два. Либо Путин должен сказать, да, спад, что его категорически не устраивает по политическим причинам. Либо он должен это правительство уволить, назначить другое. Первый его шаг, попытка назначить нелиберального экономиста, хотя тут надо проявлять вдительность, потому что если смотреть на классическое понимание слова, то Глазев — это либерал, а, соответственно, Набиулина, Дворковича и так далее, Чубайс и Гайдар — это нелибералы. Но они себя называют, вот то, чем они занимаются, называются сегодня либеральной экономической политикой. Вот попытка назначить Глазьева в феврале-начале марта привела к бешеной истерике всего нашего либерального лагеря. Я не знаю, если вы посмотрели за средствами массовой информации, то было что-то невообразимо. Любой ценой не допустить, чтобы чужой пролез. И понятно, почему, потому что, ну, как бы, ну, тотальное вранье и некомпетентность. Но для того, чтобы не назначили Глазьева, были даны конкретные обещания. И Путин вполне конкретно сказал, ребята, вот к концу года будем разбираться, как вы исполняете мои поручения. Они их не исполняют, поэтому им любой ценой нужно обеспечить экономический рост. Поскольку они в экономике не разбираются, у них, опять-таки, только воспоминания. А воспоминания такие, была девальвация в 1928 году, начался экономический рост. Кистанов опять недоволен, опять недоволен, машет головой. Если уж зашла речь о воспоминаниях, да, мне достаточно много лет, чтобы помнить, там, экономическую политику и заявление Глазьева до эпохи распала Советского Союза, да, вот, как раз в те времена, в общем-то, доминировала доктрина достаточно близкая к идеям Глазьева. Результат, 91-й год, известен. 91-й год, причины были другие. Не хотелось бы, как бы, обострять дискуссию относительно, там, роли отдельных личностей и вообще, вот, уходить в политологию, да. Все-таки мы обсуждаем экономические вещи, да. Но с точки зрения чистой экономики ситуация выглядит проще и в чем-то драматичнее. Во-первых, я абсолютно согласен относительно спада. Причем он особенно наглядно виден по показателям, которые измеряются не в денежных единицах, а в физических. Вот, допустим, да, можно я скажу одну вещь? Значит, дело в том, что в начале года, ну, в феврале-марте, я говорил о том, что статистика отгрузки, там, металлопроката, щебня и так далее показывает, что будет очень сильный спад в строительной отрасли. Точнее сказать, сезонный пик будет сильно ниже, чем в прошлом году. И последний раз, когда Клепыч признал, что экономический рост остановился, он сказал, что главная причина — это резкий спад в строительной отрасли. То есть, на самом деле, они все понимают, только сказать не могут по политическим причинам. Вот, абсолютно согласен. Более того, я обратил внимание на похожий смежный показатель, только более интегральный, наоборот, грузового транспорта железнодорожного. Он легко считается, он отображается в Блумберге, поэтому он мне на глаза попался. И спад начался еще в третьем-четвертом квартале прошлого года. Этот показатель удобен тем, что он считается в тонна километрах, а не в денежных единицах. Поэтому монетарная политика на него впрямую никак не влияет. И он четко показал, что да, спад наступил. Но давайте посмотрим в корень, из-за чего это произошло. И, соответственно, из этого будет понятна, какая роль правительства в процессе. Произошло это по банально простой причине. Основным драйвером нашего экономического роста, как бы это грустно не было, в настоящее время, и, в принципе, и 10 лет назад, выступает чистый экспорт. То есть рост цен на основные продукты нашего экспорта затормозился. Да, они высокие, абсолютные цифры хорошие. Но темпы просто упали. Но темпы упали почти до нуля, да. А физический объем нашего экспорта стагнирует по некоторым направлениям, даже чуть снижается. Это тоже ни для кого не тайно. 15% упал. Да, ни для кого не тайно, что большинство наших месторождений, базовых, так называемых, месторождений, то есть не те, которые это, а которые основной наш экспорт обеспечивает, они вошли в стадию падающей добычи. У меня просто дед по материнской линии, там, всю жизнь в газовой отрасли проработал, вот, и я до сих пор общаюсь. Он знает, да? Ну, и в общем, несчастья уже нет в живых, да, но кое-кто из его коллег, с кем иногда удается пообщаться, еще живы, да, и действительно, вот, добыча падает. Введение новых пока не покрывает выпадание добычи. И вот это сочетание, стагнация цен на мировом рынке и медленное, но падение количественных показателей, и дает то, что чистый экспорт, как драйвер экономического развития, угасает. В этих условиях, кто бы ни рулил правительством, и какие бы меры они ни принимали, вот, при нынешней модели экономики, а мы все-таки, опять-таки, штамп, но, тем не менее, от сырьевой зависимости никуда не ушли, да, вот, ничего не изменится. Ну, вот это как раз ключевое слово, это ключевое слово сырьевая зависимость. Проблема стоит в том, что у нас, ну, банальный счет, 400 миллиардов импорта, чем для того, чтобы заместить 200 миллиардов, вообще ничего не нужно, даже технологии не нужны. Все это очень легко можно сделать. А если мы замещаем 200 миллиардов, то это 200 миллиардов внутренних доходов для кого-то. 200 миллиардов, это при доходности 10%, это 2 триллиона инвестиций, при доходности 5%, тоже немаленькая, между прочим, доходность по дальнейшим уровням, это 4 триллиона инвестиций. А 2 триллиона, это практически 70% ВВП реального ВВП России. Официальный 2,2, а реальный где-то 2,8. Значит, таким образом мы можем обеспечить себе прирост 5-7% за счет импортозамещения без каких бы либо усилий. Но это, понимаете ли, чем дело, противоречит базовым идеям наших либералов, которые никак не могут своих западных партнеров подставить и отобрать у них 200 миллиардов прибыли в год. У нас еще на связи также есть наш слушатель Михаил, мы просим его дождаться. Буквально через несколько минут мы опять вернемся в эту студию. Еще раз мы приветствуем всех наших слушателей. Меня зовут Александр Векель, это программа «Парадоксы». Со мной в студии Сергей Хистанов и Михаил Хазин. Мы обсуждаем проблему девальвации российского рубля. Будет, не будет. Мы решили, что она уже идет, эта девальвация. Но нас очень долго ждет наш слушатель Михаил. Давайте послушаем. Михаил. Михаил, да, здравствуйте. Ну а вы как бережете свои деньги? Куда вкладываете? Во что? Я лично никак не берегу. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем внимательно. Да. Ну, лично я никак не берегу. Я весь в кредитах там взял автокредит. Ипотеку сыну выплачиваю. Ну, в общем. Значит, хорошо зарабатываете. Вам это удается? Да не то, чтобы. Ну, так. В общем, я даже вообще-то пенсионер. Так. Вот. Да. И я вот хотел бы выяснить два обстоятельства в связи с этим. Ну, вот и гости говорят, что девальвация уже идет. А в каких случаях, когда тогда они тронут ставку рефинансирования, скажем? Или вот ставки по кредитам? Или индексация вот не ежегодная, а в связи именно с девальвацией? Или будут ждать, пока народ начнет камни кидать в окна администрации? Или есть какой-то механизм? Спасибо, Михаил. По-моему, это вечный вопрос. Когда ставку рефинансирования снизят? И вообще, зависит ли ставка рефинансирования? Вернее, кредиты? Ну, я же это описал. Я же это описал. Из-за того, что нет адекватного рублевого кредита, у нас, соответственно, любая девальвация равносильной инфляции. И поэтому сразу же цены растут. А в Евросоюзе нет. Но тут нужно сказать, что, как известно, до тех пор, пока гром не грянет, чиновник не перекрестится. И поэтому, пока не начнут кидать камни, я просто смотрю за тем, что происходит. Не надо кидать камни. Здесь нужно, мне кажется, просто сесть и грамотно все рассчитать. Понимаете, в силу некоторого опыта государственного управления, я внимательно слежу за некоторой симптоматикой, которая формально, вроде бы, к экономике не имеет отношения. Про то, что группа русских националистов вместе с милицией и ОМОНом начинает, соответственно, совершать в городе Ленинграде рейды против незаконных торговцев овощами. Говорит, типа, а вы тут откуда? У вас есть разрешение, у вас есть справка? Нету? До свидания. Езжайте к себе домой. Вот. Аналогичная ситуация происходит на рынках города Москвы. Теоретически, можно было бы сказать, что это подвыборы, которые будут в сентябре, но тогда, причем здесь, как бы, город Ленинград. Ну и так далее. Но потом история в городе Пугачеве. То есть, на самом деле, уровень напряженности народный очень сильно растет. И в этом смысле мы очень близко приближаемся к бунту. Но что самое главное, и в некотором смысле самое неприятное, вы себе представить не можете, насколько тонкий организм, любой нормальный человек себе с трудом представляет, какой тонкий организм крупный город. Для того, чтобы сделать днем хаос, нужно усилие буквально, ну, может быть, не двух-трех, но десяти-пятнадцати человек. У нас, я прошу прощения, выборы в начале сентября. И если кто-то захочет такой хаос сделать, даже без крови, а просто, грубо говоря, остановить две ветки в метро, первого сентября, в восемь часов утра. Вы себе представьте, что будет в городе? Мы это переживали не раз, это были технические причины. Но, я думаю, это отдаленно все-таки связано с девальвацией. Кто это говорил? У каждой технической причины есть имя и фамилия. И последствия, и ответственные, и так далее. Михаил правильно акцентировал внимание, что большинство граждан, простых граждан, сильнее чувствуют не абсолютные цифры, а относительные изменения. И вот это вот торможение, некоторые называют замедление экономического роста, некоторые спадом. Я тоже думаю, что ближе к спаду это все-таки происходит. Но даже если придерживаться официальной доктрины, называть это замедлением экономического роста, оно уже начинает действовать на психологию граждан. То есть в воздухе витает ощущение, что будет хуже. Вот это ощущение достаточно деструктивно, поскольку именно вот это ощущение и провоцирует те явления, о которых сказал Михаил. Есть один очень важный эффект, и все люди, которые всерьез занимаются социальной психологией, это знают. Резкий спад, а потом медленный подъем на протяжении нескольких лет, куда легче управляется, чем медленный спад на протяжении нескольких лет. По итогам, может быть, одна и та же точка. А вы сейчас называете не резким спадом, медленным, все время скатываемся, да? Вот сейчас мы идем по наихудшему сценарию. Вот в 98-м году был сценарий оптимальный. Резкий спад, а потом подъем. Да, мы вышли на уровень 98-го года через несколько лет. Но уже с весны 99-го народ почувствовал, завтра будет лучше, чем сегодня. Ура! А вот сегодня, завтра хуже, чем сегодня, послезавтра хуже, чем завтра. И что делать? Кроме того, людей таки заставили взять еще много кредитов, в том числе очень жесткой государственной политикой. Слушайте, ну люди тоже не идиоты. Они взяли кредиты, значит, чтобы решить какие-то свои проблемы. Совершенно верно. Но они взяли кредиты в ситуации, при которой им говорили, будет экономический рост много лет. А он превратился в спад. То есть, иными словами, любой нормальный человек, он не может оценить экономическую конъюнктуру даже на среднесрочный период. А им обещали долгосрочный рост. Ну и, наконец, есть еще одна вещь психологическая, уже связанная с нашей элитой и с нашим чиновничеством. Начиная с 2000 года, когда пришел Путин и переформатировал под себя всю вот эту управленческую вертикаль, не было спада. Только рост. Ну, был 2008 год, небольшой период, но тогда все понимали, это внешний фактор, вот он закончился, все замечательно. А сегодня что делать? Вот они абсолютно не знают, что делать в этой ситуации. Они боятся сказать вслух, что спад, потому что их тоже спросит, а что делать? Они не знают, что делать. И в этой ситуации, как известно, когда люди не знают, что делать, они начинают делать глупость. У нас сейчас на связи есть Светлана, наш слушатель. Светлана, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот у меня есть валютный вклад долларовый. Я вот слушаю вашу передачу и так прихожу к выводу, к такому, может быть, мне деньги-то забрать вообще со вклада, но храните где-то в банке, наверное. Ну, потому что что там будет, непонятно. Все зависит от размера вашего вклада, мне так кажется. Или просто, потому что они же обесценятся так или иначе. Вот поэтому хотел бы два вопроса. Как мне ваши специалисты, может, что-то посоветуют? Спасибо, Светлана. Спасибо за звонок. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, либо оставляйте свои замечания, предложения, вопросы на нашей страничке программы «Продокс» на финам.фм. Если вклад не превышает в эквиваленте миллиона рублей, можно вообще ни о чем не беспокоиться, потому что у нас подняли лимит страхования вкладов, в том числе и валютных. И если вклад меньше миллиона рублей, то бояться вообще не о чем. Но вернут в рублях по официальному курсу. Да, но я учитываю то, что решение принимают в течение 14 дней, там маловероятно, что за 14 дней там что-то страшное случится. Это не факт. Относительно доллара как валюты, да, в экономике США тоже есть проблемы, у доллара как у валюты тоже есть свои проблемы, вот, не стоит их преуменьшать, но на временном горизонте порядка года-двух эти проблемы выглядят намного менее серьезными, чем проблемы российской национальной валюты. Ну да. Поэтому чисто вот с бытовой точки зрения, ближайший там год-два можно достаточно спокойно к этому относиться. Ты просто беспокоиться свои деньги. Дело в том, что мы имеем кипрский, да, вопрос, кипрскую проблему, которая разрешилась. Да, но кипрская проблема... А кто мешает в России это сделать? Кипрская проблема. До 100 тысяч долларов вклады не тронули. Только вклады свыше 100 тысяч долларов. Да. Нормальному человеку это интересно. Я уверен, что вот слушательница, которая нам звонила, вряд ли у ней там вклад заметно больше 100 тысяч долларов. Кто его знает? Ну, если несколько, что мешает побить на соответствующее число банка? Если бы у нее вклад был больше 100 тысяч долларов, она бы звонила нам непосредственно. Это ваш клиент тогда, да? Понятно. Но кто все-таки от этой девальвации, или, по крайней мере, разговоров про эту девальвацию может выиграть? Учитывая политический аспект, о котором вы сказали, Михаил Леонидович, учитывая экономический аспект, о котором говорил Сергей Александрович. Давайте мы разделимся. Кто получит эти дивиденды, да? Давайте мы разделимся. В силу опыта я скажу немножко о политике. Да. А Сергей Александрович скажет по поводу экономики. Хорошо. Тем более, что, в общем, экономические оценки у нас похожи, и в этом смысле вряд ли мы будем сильно ругаться. Если говорить о политике, уже все поняли, что правительство Медведева реально играет крайне опасную роль с точки зрения рейтинга Путина. Последнее – это реформа Академии наук. Уже поздно, да? Не может Путин сказать, это они, придурки, все придумали. Он уже не может скрыться за Медведев. Медведев стал слишком маленький в глазах населения. По этой причине это лично Путин. И мнение народа, ну просто я же как бы там иногда в метро езжу еще чего-то. Мнение народа следующее. Петр Первый строил, Сталин строил, а Путин спускает все в унитаз. Резко упал рейтинг Путин. На этой истории. Отсюда вывод. Правительство будут менять. Лично Медведеву ничего не грозит, что показывает рыбалка в Хакасии. А вот, соответственно, или где они там? В тыле? Неважно. А вот, соответственно, правительство будут снимать. Целиком сразу или в два этапа. Не принципиально. И сегодня началась схватка за пост премьера. Разные группировки за него борются. Я уж не буду перечислять группировки. Все-таки у нас тут экономическая радиостанция. И девальвацию используют для того, чтобы, соответственно, и подорвать позиции правительства, и для того, чтобы продемонстрировать, что те люди, те кланы, которые сегодня контролируют экономические блоки, они никуда не годятся. И каждый, соответственно, предлагает свои кандидатуры. Вот о кандидатурах я ничего говорить не буду. И потому что никакой объективной информации нет. Это для другой передачи. Это для другой передачи. Но, в общем и целом, я еще раз говорю, рассматривайте вот эту ситуацию, интересы и, собственно, вот как бы весь шум по поводу девальвации. Не реальные экономические последствия, а шум. Как драку за пост, за ключевые посты в новом правительстве. Да, Сергей Александрович. Абсолютно соглашусь. Вот та картина, которую нарисовал Михаил, очень хорошо объясняет реальную действительность. У нас традиционно назначают стрелочника. Ну, и весьма вероятно, что определенные люди роль стрелочника сыграют. С экономической же точки зрения драйвер роста российской экономики выдохся. И какими-то простыми средствами разогнать экономику, ну, то есть показать экономический рост, улучшить там, соответственно, уровень жизни населения невозможно. Девальвация хорошо отвечает интересам экспортеров. Многие проблемы решаются, да, и доходность бизнеса повышается, потому что выручка в валюте, затраты в рублях. Ну, эта схема делает девальвацию априори выгодной. И чем больше, тем лучше. Да, нашему правительству не хватило мужества сделать девальвацию достаточно резкой. И в этом плане, кстати, удивительно, что мы совершенно проигнорировали опыт Казахстана 2008 года. Вот если мы сделали девальвацию медленную, потеряв треть резервов, то в Казахстане это было сделано резко, как ударом сабли. И в чем-то сценарий динамики казахской экономики повторил то, что описывал Михаил, динамику нашей 98-го года. Резкий спад, но зато потом достаточно ощутимый подъем. И с точки зрения настроения в обществе, это гораздо более правильное решение. Но это решение требовало большого мужества, требовало того, чтобы кто-то взял на себя ответственность, причем значительную ответственность, риски и так далее. Но, к сожалению, в нашем правительстве не нашлось таких. Без девальвации мы не можем обойтись. Я бы добавил еще одну вещь. Вспомните, в 2008 год очень похожие ситуации. Тоже сделали девальвацию, тоже какая-то она была такая вялотекущая, и до конца не довели. Даже через год Кудрин признался, что надо было посильнее. Так вот тогда все удивлялись, почему так странно, почему так медленно еще чего-то, почему так странно остановились. А потом на каком-то совещании, как мне рассказывал участник этого совещания, господин Шувалов честно сказал, что они принимали решение об этой самой девальвации среди группы товарищей, среди которых были не только чиновники, но и господин Абрамович. Ну, дальше еще нужно объяснять. Да, это была, помимо всего прочего, это была и коммерческая операция. А потом все удивляются, откуда у жены господина Шувалова такие деньги были. Ну, в 2008 году нужно отметить, что отчасти вот эта вот медленность девальвации и, соответственно, большая растрата резервов была сделана ради спасения банковской системы. Дело в том, что ни для кого не секрет, что почти 10 лет крупные и средние банки финансировались на Западе, выдавали кредиты у нас, и если бы девальвация была резкой, у нас был бы крах банковской системы. Продолжим через несколько минут. Так все-таки в какой валюте лучше держать деньги? Вот об этом мы сегодня говорим в программе «Парадокс» с Сергеем Хистановым, управляющим директором группы компании «Лор» и Михаилом Хазиным, экономистом, руководителем компании, экспертного консультирования «Неакон». Да, Михаил Леонидович, вы хотели уже сразу ответить. Могу только процитировать, да, экспертов, поскольку я небольшой специалист по... Значит, что мне говорят? Первое общее правило. Поскольку основные финансовые рынки долларовые, то при... В случае, если кризис носит некатастрофический характер, все бегут в доллары. Соответственно, доллар растет. По этой причине до глобального обвала американского фондового рынка, скорее всего, такая базовая тенденция, доллар растет относительно других валют. Если говорить о вещах локальных, то, скорее всего, будет некоторый взлет евро. Локальный. Сейчас там сколько? 1,22 или 1,3? Я не помню, сколько сейчас. 1,32. 1,32. Значит, скорее всего, как мне объясняли специалисты, до 1,4 все-таки евро подрастет, а потом шарахнется вниз уже до 1,2, а то и ниже. Как хорошо себя будут чувствовать немцы? У немцев свои проблемы, потому что на самом деле у них уже не хватает денег на то, чтобы финансировать все эти программы Евросоюза, без которых они не могут обеспечить спрос на свои же товары в странах Евросоюза. И да, снижение евро немножко облегчит ситуацию, но поскольку спрос в США падает, то по этой причине экспорт в Германии, он, может быть, будет немножко облегчаться из-за падения евро, но все равно будет снижаться. Аналогичная проблема в Китае, очень серьезная. Китай не в состоянии заместить, соответственно, внешний спрос внутренним по банальной причине, потому что те, кто живет на внутреннем рынке, не могут покупать те товары, которые предназначены для внешних рынков, они слишком дорогие. Вот. Так что в некотором смысле у Германии и у Китая одна и та же проблема, только немножко с разных сторон. Поэтому у них будут очень большие проблемы. Но, тем не менее, ответьте на простой, банальный, обычный вопрос нашего слушателя. Вот если отвечать именно просто и коротко, то на ближайший год-два доллар смотрится лучше. Если человек, там, профессиональный валютный спекулянт, можно и с евро поиграться, да, но для этого нужно разбираться в процессе, следить и так далее, да. А вот если человеку... И пару раз все потерять. Но универсальный ответ... Лучше доллара в ближайший год-два ничего нет. В дальнем будущем у доллара тоже будут проблемы. Потому что вот те люди, которые имеют дело с долларом только после распада Советского Союза, у них возможно формирование ложного убеждения, что доллар все время же растет, да, и многие люди начинают думать, что так было всегда. Но если копнуть историю чуть дальше, то по доллару тоже есть своя инфляция, она немаленькая, да. После 73-го года, ну, там, процессы были запущены еще арабо-израильской войной, там, энергетическим кризисом, было время, когда инфляция по доллару была двухзначная. Там, 13, 15, один год, по-моему, аж 17 годовых. Нам сейчас это диким кажется. Нет, ну, у нас учетная ставка ФРС в 80-м году была 19%. Да, 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 да. Вот. Поэтому у доллара тоже могут быть проблемы. Но в текущем моменте, в текущем моменте, там, где-то на год-два, с долларом будет спокойнее. Поэтому если нужно сберегать, то лучше покупать доллар. Если говорить о супер-длинных сроках, то есть если вы не хотите быть, наверное, что называется, активным инвестором, и у вас нет мысли о том, что темно-украинская ночь, но сало надо перепрятать, то тогда, грубо говоря, вы хотите вложить куда-то деньги и на 20 лет забыть, то никакой альтернативы золоту нет. Золото? Золото. А не перегрето ли золото? Перегрето? По-моему, оно как бы... Не догрето, да? Конечно. Его уронили ниже предела. Это очень хорошо видно по разнице между физическим золотом и бумажным. У вас вот этот вот спад на бумажное золото совершенно не сопровождался аналогичным спадом на физическое. Философский согласен, но только отчасти. Вот действительно, если для тех... Как сохранение. Да, если инвестора горизонт там за 20 лет, то, в принципе, теоретически золото вещь хорошая. Но вот энтузиастам золота, вот есть даже такое выражение золотые жуки, это люди, которые вот очень как бы верят в золото, очень рекомендую посмотреть на стоимость золота годика с 82-го до 2000-го, когда 18 лет, оцените масштаб, да, за 18 лет золото упало примерно в два раза. Ну, если присобокупить к этому инфляцию по доллару, которая как раз была не такая уж и маленькая в то время, то это падение гораздо больше двухкратно. И те, кто 18 лет ждал, надеялся и верил в золото, так и получили прибыль, да. Но временной горизонт очень большой. Я сейчас говорил именно о сохранении. Вот если вы подумаете, что вы могли бы купить в 89-м году, такого, чтобы в 2009-м это что-то стоило... Тут была пауза, потому что все вспомнили 89-й год, а что я мог купить в это время? Где? Нет, вы знаете, шутки шутками, да, как бы вот практически в каждом доме. Но если в кругу знакомых были люди, у которых были знакомые в ювелирных магазинах и покупали, скажем, обручальные кольца сотнями. Поэтому, как бы, брачующимися, значит, выдавали по талонам. Я помню, я сам женился там в 92-м году, не было колец. В 89-м году очень много, что выдавали по талонам, поэтому это не секрет. Все и задумались, что же мы могли купить на эти деньги. Ну, золо там есть та опасность, что весьма вероятно, то есть философски я абсолютно с Михаилом согласен, двумя руками. Но тактически очень похоже, что то, что происходит с золотом в последний год, это ближе к 82-му году. Я так понимаю, что универсальный ответ на вопрос, куда вкладывать деньги, не срабатывает. То есть, чтобы хранить свои деньги в трех корзинах, рубль, евро, доллар, это уже не работает. Тут нужно выбираться. Рубль не надо, доллар да. Смотрите на любую компанию, в которой сидят как бы вот люди образованные, которые разговаривают на какую-то тему. Они могут разговаривать очень интересно, очень красиво, еще что-то. Но не дай бог в эту компанию упадет профессионал в этой сфере. Так и здесь. Любые разговоры на эту тему с непрофессионалами, они неминуемо сводятся к следующему, что, соответственно, у нас есть ощущение, что может быть так, но скорее, но с большой вероятностью, может быть, и не так. Но есть же известный анекдот про то, как встречается аналитик и трейдер в лифте. И, соответственно, трейдер говорит аналитику, ну теперь-то ты сволочь, скажешь, вверх или вниз. Мне гораздо больше нравится исторический анекдот про Гарри Трумэна. Он говорит, ну где же мне найти одноглазого и однорукого экономиста? Его спрашивают, господи, а зачем? А я, говорит, что бы ни спросил у своих экономических советников, они сначала скажут одно, а потом говорят, ну если посмотреть с другой стороны... Понятно, гадаем на кофейной гуще, но тем не менее, если говорить о девальвации, а можно ли без них вообще обойтись? Или это просто инструмент для того, чтобы попугать, попугать, а может ничего не случится? Это демонстрация того, что действующие на протяжении больше 10 лет с 99-го года, ну после ухода Примакова-Маслякова, методы, которым управлялась экономика, больше не работают вообще. Это просто наглядная демонстрация. Они не работают. Поскольку ситуация ухудшается, но она естественным образом. Темпы роста падали, 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 стали отрицательными. Вот что-то надо делать. Что делать? Ну, господа профессионалы, скажите, что надо делать? Я уже сказал, импортозамещение. Но эта команда не может делать импортозамещение. С импортозамещением есть подвох. Философски вы правы, это действительно так. Но что значит импортозамещение в моменте? В моменте это означает заметное повышение цен и снижение качества потребительских товаров. Я прекрасно помню, как происходило импортозамещение в 98-м году. Лично знаком там с директором макаронной фабрики. Для него это золотое время было. Он говорит, я делаю самые дешевые простые макароны. И вот мне до сих пор, сколько лет прошло, я его фразу запомнил. Ну и что, что немножко серые слегка слипаются. Зато дешевые. То есть вот такой ценой можно провести импортозамещение. Оно, особенно когда прокрутится эволюционный цикл, когда вот от такого импортозамещения улучшится технологический уровень предприятия, они смогут, будучи отечественными, да еще и качество, как импортное сейчас обеспечить. Это будет да. Но такого типа импортозамещения это сильное и рост цен одновременно, и снижение качества потребительских вещей, что явно болезненно будет воспринято, в том числе электоратам. Вернусь к социальным проблемам. Это совершенно типовая ситуация. Они говорят, девальвация это плохо. Вот ровно вот с этим вот аргументом. У меня просто на сайте, на WorldCribe, если непрерывно идет эта дискуссия, она такая вот вечная. А ответ следующий, еще раз повторяю, это не ответ в смысле «делай так», а это вот знаете, вот Илья Муромец стоит, у него там камень, налево пойдешь, направо пойдешь. Два варианта. Вариант первый, в магазинах высококачественные товары, все замечательно, и все больше и больше становится людей, которые это купить не могут, потому что у них работы нет. И другой вариант, при котором качество немножко падает, но за счет того, что производится у себя, то люди работают и получают заработную плату. И вот тем людям, которые потеряли работу, вы не объясните, что лучше, чтобы были в магазинах хорошие, дорогие товары. Они говорят, там надо детей кормить хоть чем-то. Слушайте, но вот эта фраза, что 20 миллионов рабочих мест у нас появится в ближайшее время, это, что это? Я не знаю, что это. Но это без импортозамещения, это несерьезно. А тем более теперь, когда мы вошли в ВТО. Ну еще раз повторю, даже наивно рассчитывать, что человек, ну предприниматель, инвестор, вложит деньги в Россию со всеми российскими прибамбасами, вместо того, чтобы то же самое делать во Вьетнаме или в Китае и завозить уже готовый товар. И без прибамбасов. Без пошлин. Без прибамбасов. О которых мы не будем тыкать пальцем, поскольку их и так все знают. Да, они открыты. Дело в том, что одна из компонент нынешнего кризиса российской экономики, это структурный компонент. То есть нынешняя модель роста достигла своего предела. Мы уперлись в чистый экспорт. Дальше, какие бы действия правительство ни производило, ситуация патовая. Потому что, что бы ни делали, данная модель в нынешних условиях дальнейшего прироста не даст. Все. Предел. Нужны серьезные структурные реформы. Нужно объяснить, почему. Потому что ВВП, то есть валовый внутренний продукт, это в основном потребление граждан. Граждане могут потреблять только за счет того, что им что-то дали, что они заработали. Вот у нас было перераспределение экспортных доходов. Экспортные доходы падают, перераспределение падает, падает в ВВП. Вот, собственно, и вся картинка. Значит, надо увеличивать ВВП. А для этого надо менять модель экономическую. А любая смена модели в моменте это спад, это рост недовольства и снижение уровня граждан. Что делать? Боязн. Вот ты тупик. Ну и вторая вещь, что поскольку то правительство, которое сегодня, оно в эту модель завязано в том числе и личными обязательствами, ну не секрет, что каждый наш чиновник в стране говорит, ребята, курс завтра такой, еще чего-то, да-да-да-да, сейчас мы вам подпишем эту бумагу, и если они попытаются что-то изменить, им начнут делать личные предъявы. По этой причине этих людей надо увольнять всех, не потому что даже, что они плохие, а потому что нечто новое нужно делать с новой контактной. Так делают всегда. В США это институционализировано. Каждый новый президент меняет всю команду целиком. Это был Михаил Хаазин, экономист, руководитель компании экспертного консультирования НИАКОН и Сергей Хистанов, правительский директор группы компании АЛОР. Меня зовут Александр Векер, это была программа Парадоксы. Мы услышимся с вами завтра в это же время. До встречи, пока.